Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы говорим о направлении истории. Кто-то считает, что история идет зигзагами российская, кто-то по спирали, кто-то по прямой. Мы как раз будем обсуждать все эти направления с нашими экспертами. Пантин Владимир Игоревич, заведующий отделом внутриполитических процессов ММОРАН. Рокин Павел Евгеньевич, член Зиновьевского клуба. И Николайчук Игорь Александрович, начальник сектора проблем региональной безопасности Российского института стратегических исследований. Владимир Игоревич, вот этим летом состоялся круглый стол историков в Москве. И обсуждали, насколько нынешнее положение дел в России соотносится с тем, что, например, было перед Первой мировой войной. И пришли к выводу, что ситуация очень похожа. И прежде всего похожа в своих, я бы сказал, негативных, трагических проявлениях. А как вы считаете, действительно ли уместны такие аналогии? Ну, к сожалению, действительно эта аналогия уместна. Потому что, как и накануне Первой мировой войны, сейчас наблюдается значительное перепроизводство финансового капитала. Если помните, Владимир Ильич Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» рассматривал, в частности, как один из признаков империализма, это вот господство финансового капитала. Это мы сейчас наблюдаем в гораздо больших масштабах, чем даже перед Первой мировой войной. В этом ситуация похожа. Но кроме того, если тогда были картели, синдикаты и так далее, и другие монополистические объединения, то сейчас есть транснациональные корпорации, ТНК и транснациональные банки, которые управляют, можно сказать, целыми государствами и даже группами государств. Поэтому ситуация в экономическом плане в значительной степени подобна. Но к чему все это привело, мы знаем. Павел Евгеньевич, наше руководство в последнее время действительно любит апеллировать к опыту дореволюционному, вот непосредственно предвоенному, к опыту Первой мировой войны, но скорее в позитивном контексте. Вы видите действительно аналогии между тем временем и нынешним? Аналогии между событиями 100-летней давности и современным развитием событий действительно есть, но мне кажется, что они достаточно внешние. Вот если внешне посмотреть, можно очень много найти каких-то действительно повторяемых элементов. Это и патриотический, можно патриотический подъем 2014 года сравнить с тем состоянием общества, общественным консенсусом крымского и посткрымской реальности. Можно состояние общественного недовольства тоже сравнить. Но, на мой взгляд, эти все сравнения только внешне. Потому что структура моментов все-таки по ряду ключевых моментов отличается. Игорь Александрович, а вы как считаете, сравнение действительно уместно только внешне? Ведь в принципе сейчас, как ни странно, несмотря на наличие айфонов, интернетов, общество построено примерно по тем же самым принципам. И движущие силы, к сожалению, стали те же самые, что и как раз перед Первой мировой войной. Ресурсы, капитал. Мне очень нравится сама постановка вопроса, вынесенная в заголовок вашей передачи. Вот действительно, вот эти вот аналогии. Что я могу сказать? Вот в целях, ну, даже не знаю, как это подать. Интеллектуальная гигиена я взял для себя за правило каждый день на ночь читать газеты ровно 100-летней давности. Делаю это примерно вот уже 5, даже 6 лет. И вот я вижу, как по нарастающей, по нарастающей, в газетах, которые были достаточно лояльны, это не искра, не правда, хотя и в искре там можно прочесть много интересного на этот счет, но важен был вот средний класс, обыватель. Вот совершенно видно, как у нас революция 17-го года, даже февральская. Октябрьская, это отдельный разговор, проходила на нарастающем фоне тягот военной жизни. Вот сначала калоши исчезли, потом вместо сахара стали давать манпассие, ландрин он тогда назывался, еще какие-то вещи. И вот вся вот эта вот ненависть мещанина к существующему порядку, она вот накапливалась и привела к взрыву февраля 17-го года. Кроме того, ну война была страшно непопулярна. Страшно непопулярна. В 16-м году это уже было невыносимое бремя, там скажем. Поэтому сейчас мы с вами похоже переживаем этап, с чем я согласен с коллегами. С тем, что действительно установилась, давайте называть вещи своими именами, некая неоимпериалистическая система. Мы мечтаем о возрождении империи. Кто-то там, значит, то же самое говорит об англосаксонской империи, несмотря на то, что Англия там не смогла поднять на себе вот эту империю, отдала, так сказать, права гегемона США и так далее, и так далее, и так далее. Но в принципе, в принципе, ну ничем сейчас не отличается ситуация от 9-го года даже, когда впервые выяснилось, что Германия, вот этот вот жуткий локомотив, мощный, дисциплинированный, построенный, с гениальным, я бы даже сказал, в определенной степени народом, начинает забивать вот эту капиталистическую, расслабленную Англию, у которой все было ниже, чем в Германии. И темпы роста, и рождаемость населения, так сказать, на одну семью, и так далее, и так далее. Совершенно ясно было, что если Англия сейчас не предпримет радикальных мер, создаст на континенте коалицию и не начнет войну против этой Германии, значит, ей трендык. Неравномерное развитие капитализма, так это называется. Да-то, в общем. Поэтому сейчас какие-то стартовые условия создались. Но зашли ли они слишком далеко, чтобы говорить о возможности новой мировой войны, которая, в свою очередь, естественно, резко стимулирует революционные, или, по крайней мере, антивластные настроения, я бы не сказал. Этого пока еще нет. Владимир Игоревич, перед Первой мировой войной действительно был, с одной стороны, патриотический подъем, с другой стороны, очевидно, что ни в России, ни на других странах никто не планировал, что это будет такая тяжелая, тотальная, с такими потерями война. Все, в общем, отправлялись. Ну, маленькая победоносная война, или там какая-то контртеррористическая операция, говоря сегодняшним языком. В результате все это вылилось в чудовищную бойню. Сейчас мы тоже видим, как, в общем-то, борьба с терроризмом, это даже не государство, вдруг оборачивается тем, что в зону нестабильности увлекаются все новые и новые, уж даже не страны, а континенты. Вот нет ли в этом аналогии? Ну, я думаю, что в этом тоже есть аналогия. Потому что, действительно, вот эта воронка международного терроризма, которую, в общем-то, создали достаточно целенаправленно, и сейчас даже по материалам Викиликс показано, что сама Хиллари Клинтон участвовала в этом непосредственно, в снабжении боевиков ИГИЛ оружием через Катар и другими путями. Понятно, что эта воронка сейчас затягивает не просто отдельные государства, а уже ведущие государства мира. Там и Соединенные Штаты, там и Великобритания, там и Франция, там и Россия по необходимости, там и Турция, уж не говоря о Саудовской Аравии, Катаре и еще других многих государствах. То есть, действительно, создается впечатление, что эта воронка затягивает все больше и больше государств, а главное, выхода из нее не предвидится. И вот это тоже некая аналогия с Первой мировой войной. По-видимому, никто все-таки не рассчитывал так всерьез, что настолько это будет масштабный конфликт, но, по крайней мере, когда Соединенные Штаты создавали это исламское государство, до этого у них было еще несколько попыток создать Талибан, там и так далее, они не думали, что Россия вмешается столь активно, скажем, в сирийские дела, и что Иран так активно вмешается и так далее. То есть, все-таки никто не рассчитывал на то, что этот конфликт будет расширяться, расширяться, и фактически он уже сейчас затрагивает Европу, может затронуть вполне реально и уже затрагивает страны Центральной Азии или страны Средней Азии, и может затронуть и Россию. Павел Евгеньевич, вот Россия, дореволюционная Российская империя, она была огромной страной и с огромными все-таки мобилизационными ресурсами. Про Советский Союз я и не говорю. Советский Союз сам по себе был самым мощным военным отношением государства в мире, и у него еще была огромная союзническая зона. То есть, и войны никакой не требовалось, чтобы диктовать нашу волю. А сегодняшняя Россия, она не самая популярная в мире страна, к сожалению. Соотношение к НАТО, если взять обычные вооружения, 1 к 60. В ядерных силах есть определенный паритет. Экономическая и демографическая ситуация просто несравнимы, к сожалению. Вот с такими ресурсами мы вообще готовы к какой-то большой войне? Ну, вообще, если продолжать аналогию с дореволюционными событиями и в том числе продолжить говорить о различии вот той и вот этой ситуации, здесь следует заметить, что, как бы, да, вот на мой взгляд, главное отличие в том, что царская власть накануне 1917 года представляла собой примерно то же самое, что российская власть конца 90-х, начала нулевых. И это, собственно, да, и привело к краху там и царского режима, и тогда. Сегодня, наоборот, вот современный российский правящий режим, он этот период немножечко там в последний вагон, что называется, истории смог запрыгнуть, перейти. Потому что сегодня мы являемся свидетелем как раз концентрации, я бы даже сказал, сверхконцентрации власти. Да, потому что сегодня и политическая система находится, как бы к ней ни относиться, как бы ни критиковать, в состоянии стабилизации, в состоянии концентрации власти. И фактически сегодня российская правящая элита, российский политический класс, да, он может страну повернуть вообще в любое направление. Вот если сегодня политические элиты примут решение восстановить СССР, они это смогут провести, да, если они примут решение продать как Мексику, да, транснациональным компаниям, это тоже у них пройдет. Вот такова сверхконцентрация власти, которой в царской России не было. Игорь Александрович, вот целый ряд экспертов, в том числе и патриотических, говорит, что Запад сейчас втягивает Россию в войну, затягивает ее все глубже. Для этого были организованы и украинские события, и в том числе и сирийские. И Россия вступает в эти войны, пока еще локальные, совершенно к этому не подготовлены. И в конце концов втянется так, что надорвется. Насколько уместна такая точка зрения? Или все-таки это мы сознательно проводим свою определенную политику по изменению своего положения в мире? Великая Отечественная война, даже можно сказать шире, Вторая мировая война. В дипломатическом отношении Советский Союз к войне был подготовлен безобразно. Был всего один союзник Монголии. Никто не верил, что удастся создать антигитлеровскую коалицию. В это никто не верил, поверьте мне. Первый тост, когда в Берлине подписали капитуляцию, собрался какой-то узкий круг в Кремле, первый тост Сталин поднял за нашего Вячеслава. Вячеслава. Это же известный факт. То, что именно ему удалось то, во что никто не верил. В то, что мы победим, верили все. Но в то, что удастся победить, создав антигитлеровскую коалицию, никто не верил. Безобразно. С материально-экономической точки зрения, ну, сносно. Конечно, были приняты мобилизационные беспримерные усилия. Танков мы стали, самолетов выпускать. Кстати, об этом мало кто знает. Больше, чем Германия, с меньшими затратами и меньшим числом людей, эффективнее работала авиационная промышленность, чем в гитлеровской Германии, при сносном качестве. Понимаете это все? Значит, а внутренняя ситуация, подготовка народа к войне была сделана просто блестяще. Просто блестяще. То есть, вот это военное сознание, патриотизм, готовность там, скажем, совершать подвиги, чтобы там не говорили и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что вот она, вот он, так сказать, проект победы. Вот, так сказать. А теперь давайте говорить сейчас. Да, с нынешнего времени. В наше время. Значит, в неком таком дипломатическом отношении полный провал. Полный провал. Россия выгнана из Европы. Я, как занимающийся проблемой геополитики и стратегии, могу сказать, что не только то предполе, которое мы завоевали миллионами жизней и ценой нескольких поколений, царств и генсеков, да, там, которое сохраняло наше национально-территориальное ядро от агрессии из Европы. Ну, вообще, по суше. У нас нет естественных препятствий, как у Англии и США, поэтому мы вынуждены, там, скажем, все время думать об обороне на передовых рубежах, отодвигая все время, ну, грубо говоря, от Москвы границу. Вот. Значит, сейчас уже не то, что там к Смоленску, там, НАТО подобралось, это и бог с чуж. Ну, сделано совершенно недопустимое. Было разрушено национально-территориальное ядро Украины, Белоруссии, России, Северный Казахстан, вот, который был, вот, так скажем, этим, все, разрушен. Это к Ельцину еще будет, так скажем, условному Ельцину, коллективному Ельцину. Большой исторический вопрос насчет того, что это уже не та Россия. У нее нет уже своего целостного национально-территориального ядра. И, наконец, да, второй вопрос, конечно, материально-техническое снабжение, обеспечение. Ну, что-то стали делать, заговорили о том, что надо возрождать это самое, слава богу. Но создан ли хоть какой-то, так сказать, потенциал войны, я в этом совершенно не уверен. И, наконец, внутреннее это самое, ну, та фрустрация общества, которая была во времена, вот, после распада Советского Союза, это беспрецедентный исторический факт. Это только во времена упадка Византийской империи, когда люди добровольно отказывались от жизни, отказываясь есть. Но только хуже было, так сказать. Вот, понимаете, вот, сейчас хоть слава богу, что-то такое стало, там, какая-то патриотика, там, и прочее. Вот, те же американцы говорят, в чем главное достижение Путина. Не в том, что он улучшил жизнь людей, что тоже есть, но теперь это как бы сдувается потихоньку. Вот, а в том, что он провел патриотическую мобилизацию. Это вот о чем мы говорим, Крым наш, там, и так далее. И с этой точки зрения тоже что-то делается, но чтобы наше общество было спаяно, как накануне Великой Отечественной войны, это я очень тоже не уверен. Владимир Игоревич, ну вот если тоже провести те же аналогии, Российская империя в экономическом плане все-таки к 13-му году находилась на некотором подъеме. В Советский Союз к 85-му году никакого застоя абсолютно не было. Темпы роста были выше, чем в Соединенных Штатах тех же. Сейчас ситуация у нас тоже более-менее стабильная, но не произойдет ли то же самое, что с Российской империей и Советским Союзом? Ну, с экономической точки зрения, конечно, ситуация для России достаточно тяжелая. Она хуже, чем для Советского Союза накануне. Нет, я немножко, знаете, в каком контексте, что для сегодняшнего Запада, там, скажем, фигура Путина и сегодняшняя власть в целом, она неприемлема. Вот как был неприемлем Советский Союз, как в свое время явно мешала Российская империя, и они продолжают свои усилия по дестабилизации, свержению, замене власти. Да, но более того, я могу сказать, что среди американских аналитиков просто в открытую ведутся дискуссии о том, что нужно любой ценой уничтожить Россию, причем добить ее не просто, так сказать, ослабить там или экономически, или политическом плане, а поскольку раненый медведь – это опаснее, чем кто бы то ни было, то его надо добить и ликвидировать. Я просто цитирую некоторых руководителей теневого ЦРУ Соединенных Штатов. Поэтому не надо оборщаться, что нас оставят в покое. Нас не оставят в покое, это безусловно. И в этом смысле ближайшие годы будут достаточно тяжелыми. Они будут судьбоносными для всего мира и для России. То есть должен произойти какой-то перелом в ту или в другую сторону. Но от России, конечно, потребуется огромное усилие, огромная мобилизация. И вот то, что говорилось по поводу общества, по поводу «Крым наш», «Русской весны» и так далее. Понимаете, вот здесь тоже я просто призываю к трезвости. Я очень приветствую эти лозунги. Но проблема в том, что они тоже могут начать исчерпываться. И мобилизация общества, она должна все-таки строиться еще на каких-то основаниях. В том числе на уменьшение дикого социального неравенства, который до сих пор существует. Да, после 2014 года оно чуть-чуть уменьшилось. Чуть-чуть наши миллиардеры, повторяю, чуть-чуть, капельку, стали меньше выставлять свои яхты, там, баскетбольные американские клубы, футбольные клубы и так далее. И их чуть-чуть призвали к ответственности. Но это именно чуть-чуть. И люди это все видят. И поэтому переоценивать мобилизацию и готовность российского общества терпеть все неизбежные трудности и тяготы, на которые, собственно говоря, и рассчитывает американская администрация, ну и Запад в целом, что рано или поздно произойдет социальный взрыв в России, как это произошло в 2017 году, как это произошло в 1991 году, несмотря на то, что это совершенно разные события, но расчет именно на это. Вот именно, что разные события. Социального взрыва антигосударственного в России явно не будет. А вот верхушечный переворот, ведь все-таки нынешняя политика, большой части, скажем так, обеспеченных людей, она как кость в горле. Да, в элите, в российской, если называть это элитой, ну только в кавычках, да. Правящий класс? Лучше так. Какая это элита? Ну, скажем, среди правящего слоя, в общем, существует раскол, и он совершенно очевиден на западников-либералов, дети которых учатся за границей, которые там и будут пребывать, и на тех, кто все-таки больше связывает свою судьбу с Россией, ну, на так называемых государственников, патриотов, как угодно их можно называть. Этот раскол, в общем, идет, и он усиливается, и он будет усиливаться. И ставка действительно во многом на это. Но, понимаете, тут в чем некая диалектика? В том, что верхушечный переворот может произойти тогда, когда накапливается критическая масса недовольства в обществе. То есть не будет действительно социального взрыва в чистом виде, но недовольство может перейти некоторую грань. То есть они все равно происходят не на пустом месте. Да. И тогда этим воспользуется, ну, вот, соответствующая группа, соответствующих, в кавычках, товарищей. И тогда она может попытаться, во всяком случае, совершить этот самый переворот. На что, собственно говоря, и рассчитывают, опять же, наши американские, даже не знаю, как их назвать, так сказать, партнеры, в кавычках, на самом деле заклятые союзники и друзья, которые спят и видят, как, так сказать, Россию, я повторяю, не просто ослабить, а уже добить. Потому что опыт исторический показывает, вот мы вспоминаем все эти зигзаги, что не удалось добить в 17-м году, не удалось добить в 91-м году, хотя были уже очень большие, так сказать, успехи в этом плане. Но надо добить вот сейчас третьего раза. Павел Евгеньевич, наши власти очень любят утешать себя вот этой фразой, вырванной из исторического контекста, у России только два союзника, ее армия и флот. Мы помним, что у Советского Союза были самые мощные в истории армии и флот и огромное количество друзей и союзников. Мы, к сожалению, от кого-то избавились, кого-то разогнали, кто-то от нас ушел. Но почему в этом списке нет народа? Вот народ Российской Федерации, насколько он союзник властей? Мы видим в 90-е годы, да и в 2000-е отчуждение народа от власти. И видим действительно в 2014 году просто небывалый патриотический подъем. Если бы провели выборы, то победили бы самые патриотические партии. Вот насколько народ сейчас является союзником власти? Или действительно остались только не в самом лучшем состоянии армия и флот? Ну, проблема, которую вы обозначили, она действительно никуда не ушла. Она себя выражает в отчуждении общества от власти, который выражается в глубочайшем социальном расслоении. Когда правящие элиты, политический класс относятся к обществу со значительной долей презрения. И все нулевые презрения к народу, к обществу, к истории, оно же достаточно открыто декларировалось и демонстрировалось. И даже эти попытки, они сегодня в той или иной форме. Возьмите тот же самый вопрос памятников и тех скандалов. Я только хотел сказать, истерика вокруг памятника Ивана Брозного. Да, это же там, да, это все, ну и доска Маннергейму, это, в общем, тоже такой рецидив того же самого отношения. И этот разрыв, он не преодолен, и проблема заключается в том, что в существующей социальной системе он и не может быть преодолен. Ведь в чем была основная проблема царской, вот возвращаясь, царской империи? В том, что тот тип общества, который на момент, да, к 14-му году был сформирован, он абсолютно не мог ответить на новый вызов. Он не был приспособлен к войне нового типа, к мировой войне. И, кстати, в общем-то, европейские страны тоже были не приспособлены, потому что революционные настроения ведь не только в России, это был как бы, да, общий европейский процесс. Вот, да, вот та социальная система, она к войне нового типа была как бы, да, не приспособлена. Вторая мировая война, да, чтобы началась, для этого Германия, да, была вынуждена вот эту свою общественную систему переформатировать под нечто другое, да, советское общество, оно все-таки было подготовлено к войне нового типа. И сегодня мы ведь сталкиваемся тоже с все той же самой мировой войны. Что, да, глобальная война, это будет сегодня только в форме мировой войны происходить. Не обязательно там ядерная, ее форма там может быть разная, да, но это будет мировая война. Вот тот тип общественных отношений, который сегодня насаждается, да, вот он абсолютно не приспособлен к ведению мировой войны. Да, там советское общество тоже было не идеально, ну, никакое вообще общество не является идеальным, там, ни социалистическое, ни капиталистическое. Но его мобилизационные возможности. Да, но его возможности по решению этих задач, они, конечно, превосходили дореволюционное общество, да. А сегодня мы все-таки воспроизводим очень активно вот модель именно дореволюционного общества со всеми его язвами, со всеми проблемами, социальным расслоением, с недоступностью образования, с закрытыми социальными лифтами и так далее, и так далее. И в этом, на самом деле, главная проблема, потому что, да, армия, в общем, и флот у нас сейчас все-таки есть, хотя здесь тоже можно сказать, что в какой-то степени это наследие Советского Союза. Так не в какой-то, наверное, стопроцентный. Ну, нет, ну, сейчас появляются какие-то там новые типы вооружения, но, в принципе, это же все, в общем, продолжение вот того, как бы, да, того базиса. А что будет, когда вот этот ресурс, он же тоже небесконечный, да, что будет, когда этот ресурс будет исчерпан? Вот то общество, которое, как бы, да, все это унаследует, оно сможет вот этой материальной базой управлять? Игорь Александрович, если, опять же, брать аналогии с Государственными Думами тех лет дореволюционными, эти Думы так и не решили основные вопросы, вопрос о мире, вопрос о земле, сегодняшние Думы, вот через сто лет, они также вопрос, условно говоря, о земле, там, о национализации сырьевых ресурсов, о национализации стратегических предприятий, они не будут решать, это совершенно очевидно, даже не смотрят в эту сторону. Вот нет ли в этом как раз тоже исторической аналогии? И ни тогда парламент, ни сейчас парламент не соответствует требованиям сегодняшнего дня. И не будет ли такой же результат? Знаете, я, наверное, пойду против течения, по моему такому глубокому убеждению, вот то, что называлось Думой, там, парламентом, еще чем-то, там, скажем, назовите, там, крултаем, там, не знаю, там, в общем, ну, не приживается на нашей почве, не приживается представительная демократия вот в таком виде, как нам ее навязывают. Как говорится, давайте вспомним, что Советский Союз всем навязывал там Верховные Советы во всех странах демократии, в которых там они назывались, но американцы всем навязывали, вернее, англосаксы, англичане, в первую очередь. Ну, представительная власть должна быть. Да, там, раньше это самое, да. Естественно, представительство приживается. Ну, что-то там в свое время, давайте, почему-то это все забыли, но ведь все искали что-то, какую-то адекватную форму, нашли советы там, понимаете? Все это сказали, что это все не то, надо как англичан, там, понимаете, парламент, голосование, там, и так далее, 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 и так далее. Вот, ну, давайте сначала решим, соответствует ли это типу нашего общества, нашей историческим традициям или еще чего-то. Вопрос второй. Насколько эффективно, насколько эффективно работают вот эти все парламенты? Ну, в том числе и у нас. Я просто маленький исторический пример. Но только вкратце. Да, злоупотреблю вашим временем, но только краткий. Английский парламент возник после того, когда все согласились не резать друг друга без суда. Потому что тогда все там в известном историческом периоде друг друга перевежут. И вот эта великая хартия вольности, парламент и прочее-прочее возник, так скажем. Потом это стало распространяться там с помощью или масонских там загоров или еще чего-то. В США там вот масоны создали такой вот тип правления республиканские и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Будем ли мы думать о своих традициях или нет, это другой вопрос. Но Дума тогда была абсолютно недееспособна, я ему говорю, и первая, и вторая, и третья, и даже четвертая, недееспособна, потому что царская власть решительно до икоты не хотела делиться ни с кем этой властью. Но до икоты. Ну, известно, там Александр Третий, правда, сказал, второй, про Конституцию. Третий, как раз тот, который про армию и плот. Да, да, да. Процитируйте. Да, он уже что-то начал это и уготовить, но, по-моему, все-таки третий, неважно. Значит, я не собираюсь отчитываться перед скотами. Понимаете это? Ну, вот, примерно так же и там было. Ну, это было настолько неорганично для царского, в общем-то, формы правления, которая власть от Бога. Почему божественной властью надо с кем-то делиться? Вот, нынешняя Дума, это, как бы, так сказать, декоративный чистый инструмент, на мой взгляд. Чисто декоративный инструмент, ничего общего не имеющий, так скажем, с реальными, как бы, это выразится. С реальными волеизъявлениями. Да, 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 да. Причем даже не в этом дело. Проголосуют, как надо, в любой системе, там, понимаете, там это. Вот, если вы спросите у народа, зачем это нужна Дума, ну, депутаты в народе не популярны. Есть ли что-нибудь контрастное в нашей Думе и сравнимое по, скажем, социальным ожиданиям сделать переменную, ну, по дееспособности, по сравнению с президентской властью? Ничего. Владимир Игоревич, практически всегда застрельщиком реформ, локомотивом реформ в России выступала власть. При всех царях и генеральных секретарях. Как правило, это были реформы положительные. Но мы помним и гайдаровские реформы, которые были резко отрицательные, и их действительно проводила власть насильственно, железной рукой, вопреки воле народа. Вот сейчас ходят разговоры снова о реформах, о непопулярных реформах. Когда начнутся популярные реформы, непонятно о том, что снова надо вернуть Кудрина, о том, что надо помириться с Западом. Не боитесь ли вы, что власть сейчас снова начнет какие-то реформы, которые приведут примерно к тем же последствиям, что и перестройка, например, Горбачева? Ну, такой риск существует реально. Ну, я бы его не переоценивал, просто сама внутренняя и внешнеполитическая ситуация, она не располагает на самом деле никаким реформам сейчас, в ближайшие годы. Просто потому, что нужна действительно мобилизация, а мобилизация и либеральные реформы две вещи несовместны. Поэтому в ближайшие годы, все-таки, ну, год-два, скажем так, риск такой существует, но он, по крайней мере, не слишком высокий. Но вот дальше я действительно очень опасаюсь, независимо от того, что произойдет, или зависимо от того, что произойдет дальше в мире, с Россией, ну, вот эти, так сказать, либеральные реформаторы, реформаторы, причем такие, я бы сказал, не просто либеральные, а радикальные или ультралиберальные, которые готовы идти до конца, а до конца это не оставить камня на камне, ни от России, ни от ее традиций, ни от российского общества, они никогда не успокоятся и не смирятся. Это показывает не только истории, потому что они возрождаются все время время от времени. Напомню, что в 17-м году, после февральской революции, тоже, в общем, было либеральное временное правительство, самое, кстати, образованное в истории России. И что, и к чему это все привело? К полной деградации, так сказать, к неспособности даже управлять государством, неспособности решить ни одну проблему назревшую. В 90-е годы это повторилось, только в еще больших масштабах. И, к сожалению, эти попытки будут продолжены. Но, повторяю, я этого опасаюсь, и риск такой реально существует, и не только это связано с Кудрином, а и с другими некоторыми личностями. Но все-таки сейчас общая ситуация, она этому не способствует. И последнее замечание, которое хотел бы сделать по поводу российских реформ. Поскольку я занимался историей российских реформ, и даже обнаружил такие своеобразные циклы реформ, контрреформ в России, то могу сказать, что все попытки либеральных реформ по западному типу, которые происходили в России, начиная с Александра Первого, то есть еще начиная с начала 19 века, они были ущербны в том плане, что Россия не была действительно приспособлена к ним, вот так же, как Россия не приспособлена к парламенту и Государственной Думе, так же она была не приспособлена к этим либеральным реформам. И эти реформы были ущербны всегда. Они порождали большое социальное неравенство, расслоение. Даже великие реформы Александра Второго в итоге все-таки стали прологом революции 1917 года. Совсем не те результаты, на которые рассчитывали. Да. Ну и все прочие попытки либерализации в западном духе, к сожалению, тоже этим оборачивались. И поэтому обязательно след за ними, ну если Россия выживала, она все-таки выживала до сих пор, следовали контрреформы. То есть попытки государства стабилизировать ситуацию и мобилизовать население. Вот мы как раз на нашем сайте провели такой опрос. Как движется российская история? Задали такой опрос. По наезженной колье 22%, зигзагами 22%, по особому пути 11%, по диалектической спирали 45%. Вообще для опросов на телевизионных сайтах вот такой разброс мнений это большая редкость. А я так вообще проголосовал за 11% по особому пути. Павел Евгеньевич, вы как считаете, как движется российская история? Действительно ли можно сказать, что она циклическая или у нас какой-то свой особый путь? Все-таки страна-то действительно особенная, как бы ее не пытались уложить в прокрустство ложа западных реформ. Ну, если о России говорить как о самостоятельном цивилизационном проекте, как о самостоятельной цивилизации, у которой у этой цивилизации есть черты и западной цивилизации, есть черты и восточной цивилизации, но при этом не является ни в полной мере ни западом, ни востоком, а именно самостоятельной цивилизацией, то, конечно, можно и нужно говорить про особый путь, только проблема заключается в том, что этот особый путь все равно происходит в контексте общемировых процессов. Потому что, да, если брать капиталистический путь развития России, то Россия была на периферии мирового капитализма. Ну, собственно, да, если с помощью работы Ленина, да, и сегодня это, в общем, страна с точки зрения вот этой глобалистской системы, это страна периферийная, страна второй-третий категории, поэтому некая повторяемость, которая вызвана циклическими кризисами того же капитализма, в котором противоречия, они через какие-то определенные этапы времени, они начинают возникать, и которые затрагивают Россию, да, и мировые войны, которые в 20 веке произошли, это ведь, собственно, вот к нам дошли вот эти кризисы. Ну, и если говорить о повторяемости, то тут вообще-то можно вспомнить фразу товарища Сталина, который сказал, да, что там после как раз окончания Второй мировой войны, что, да, есть еще где-то 50 лет мира будет. Вот сегодня 50 лет мира, ну, даже больше 70 лет закончились, если мы действительно вот находимся в фазе очередного мирового кризиса, кризиса, который порожден вот этими противоречиями мирового капитализма, да, который мы хотели бы всячески обойти, ну, в частности, там, да, сегодня можно у многих, у политиков слышать такую речь, что, да, за что выступает современная Россия, мы выступаем за, там, да, за справедливое мироустройство, бесконфликтное, справедливое, как бы, да, и отстаньте. Но этого, естественно, не может быть, потому что сама система, да, вот этого мироустройства капиталистического, она устроена по-другому. И какие бы мы не были бы, там, самостоятельные, мы все равно будем, да, сталкиваться с этими внешними, со всеми вызовами. Кстати, может быть, действительно, потому что у России есть особый путь, но особый путь есть и у Китая, и у Индии, а уж у США, так тем более какой особый путь. И эти особые пути, Игорь Александрович, пересекаются. Да, Игорь Александрович, а в чем, на ваш взгляд, диалектика российской истории и все-таки носит ли российская история прогрессивный характер? Этот вопрос для социальных философов, и он решается достаточно активно, и идут вот именно по этому вопросу. Огромные споры, непримиримые споры. Я напомню только одно словосочетание – конец истории. Почему мы говорим, что история сейчас куда-то движется? Зигзагами по спирали там и прочее. Может, ее вообще нет. Что такое, так сказать, в понимании вот этих многих, я не говорю, что принадлежу к этой школе, это вообще не моя тема. Но, так сказать, могу себе представить, что история – это прежде всего целеполагание. Создание неких миропроектных сущностей, политиками прежде всего, которые возбуждают общественные энергии, какой-то проект. Общественные энергии возбуждают. Потом политики, ну, например, гениальный политик Ленин гениально канализировал. Я не беру там его оценки, но что он гениальный политик, это все признают. Да-да-да, канализировал эти общественные энергии в свой проект. То есть, он в свою идею это верил. Ориентировал, которым мы двигались. Да-да-да. Значит, ну, давайте говорить откровенно. Там был у нас, как называется, у нас был красный проект, у евреев там желтый проект. Сейчас он помирает спокойно, так сказать. Вот у Гитлера был коричневый проект. Время нашей программы. Да-да-да, я сейчас просто, значит, закончу. Ну, после того, как, я буду говорить жестко, но чтобы так обострить ситуацию. После того, как мы в 91-м году продали право первородства за чечевичную похлебку, какой проект? Нам кто-нибудь что-нибудь говорит? Мы с самоидентификацией до сих пор не разобрались. Понимаете? Куда нам идти? Ну, все-таки чувствуется, я прошу прощения, чувствуется, что мы какой-то проект пытаемся нащупать. Время программы подходит к концу, поэтому я всем задам один и тот же вопрос и как раз начну с вас. Все-таки что сделать? Прямо кратко отвечайте. Что сделать, чтобы российская власть не предавала свой народ? Прежде всего, понимать, что власть живет не для себя, а для народа. Павел Евгеньевич, примерно так же вкратко. Ну, главное, чтобы современная российская власть не доводила до общества, до того вопроса, который сто лет назад был поставлен Лениным. А это был ключевой вопрос Первой мировой войны и русской революции. Можно ли желать поражения правящему строю и не желать поражения своей страны? Вот тогда этот вопрос, вот ситуация была такая, этот вопрос возник. Да, и Ленины не поняли, даже его соратники в то время. Да, вот не надо доводить до такой ситуации, когда этот вопрос возникнет, потому что это действительно очень драматический и действительно очень серьезный вопрос. Владимир Евгеньевич. Ну, я бы в краткой форме ответил, хотя этот вопрос заслуживает отдельной передачи. Нужно оказывать всевозможное давление на власть, вот как это ни странно. Но давление, которое не в виде болотной площади и тому подобных вещей, которые ведут цветной революцией, и мы видим, что на Украине творится после этого. А давление, ну, так сказать, как это принято говорить, цивилизованное, спокойное, в рамках все-таки правового государства. Но давление, которое заставляет власть считаться с обществом. И это должны быть не сверхреволюционные призывы сейчас, особенно к полному изменению существующего порядка. Потому что, опять же, это чревато слишком большими разрушительными последствиями. А это должны быть некие лозунги, программные, так сказать, меры, которые власть может воспринять через ту часть правящей элиты или правящего класса, которая способна услышать общество, она есть, в принципе, и в какой-то степени реализовать. То есть уменьшить вот этот потенциал отчуждения между обществом и властью. В любом случае, мы видим, что самые большие рывки в российской истории происходили просто, когда у власти были патриоты. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok